привет снова на канале айти юзер help и сегодня в этом видео я хочу рассказать о том как заряжать ваш смартфон быстрее и эффективнее такое простое действие как зарядка смартфона чаще всего выполняется неправильно и какое-либо из условий для полноценной и правильной зарядки смартфона выполняется неправильно либо с нарушением в принципе нарушение какого-либо одного либо двух условий не так критично для вашего аккумулятора в целом случаях когда вам нужно быстро зарядить смартфона времени нет то каждый такой нюанс каждый такой пункт правильности зарядки аккумулятора может сыграть определенную роль во времени зарядки вашего смартфона в этом видео я хочу рассказать о некоторых пунктах основных которые влияют на зарядку вашего смартфона на время зарядки на полноту зарядки и на в целом на длительность службы аккумулятора и так давайте приступим особенно эти пункты и правила будут полезны в том случае если вам нужно срочно зарядить аккумулятор максимально быстро и на максимально большой объем и так первое что можно сделать если вам нужно зарядить быстро аккумулятор это включить режим полета особенно это очень важно если вы находитесь в местности где связь плохо ловит то есть вы знаете что в этом местности связью часто проблемы связь пропадает прорывается я имею ввиду связь gsm ну и и интернет 4g gsm общую сотовую связь если вы знаете в этом месте плохой сигнал и вам в принципе никто не должен звонить вы можете включить режим полета на вашем смартфоне на время зарядки это значительно процентов на 20-25 увеличить скорости зарядки в случае если плохой сигнал у вас в вашей местности для этого просто опускаем штурку вашего смартфона на операционной системе android и выбираем режим полета выбрали и на время зарядки оставляем так если у вас сигнал хороший вашей местности то включение такого режима сэкономит процентов 5-10 скорости зарядки после того как вы зарядили смартфон еще раз нажимаем не забываем включить и выключить обратно режим полета чтобы у вас появилась сеть это первый пункт которым которому можно прибегнуть для быстрой зарядки вашего смартфона второй пункт более радикальный это как бы банально не было просто выключить полностью смартфон если также вы уверены что вам никто не должен и не будет звонить и вам телефон на время зарядки не нужен и не пользуйтесь то можно полностью выключить смартфон и подключить его к зарядке в этот момент зарядка будет также идти но это будет более быстрый процесс зарядки будет идти более быстрее полней то есть если вы ограничены во времени и вам срочно нужно подзарядить ваш смартфон то полное выключение смартфона увеличит скорость и время скорость зарядки уменьшит время зарядки еще какой пункт нужно проверить это убедиться что в вашем смартфоне включена зарядка по юсб то есть есть смартфон у которых для зарядки используется они юсб какой-нибудь другой порт либо вы только что купили смартфон и у вас вообще зарядка через юсб не идет либо просто у вас появилась проблема со смартфоном что не идет зарядка по юсб тогда вам нужно перейти в настройки вашего смартфона и попасть в пункт для разработчиков некоторых оболочках смартфона и то есть прямо где-нибудь в меню как видите здесь если такого пункта нет для разработчиков то вам нужно зайти пункт о телефоне либо о планшете в настройках заходим далее он нужно набрать выбрать пункт номер сборки и несколько семь раз нужно по нажимать на этот пункт и тогда вы переключитесь в режим разработчика но у меня сейчас уже стоит смартфон режиме разработчик после того как вы нашли пункт для разработчиков вы должны зайти в него и найти это будет внизу пункт связанный с юсби вот конфигурация юсби вы должны нажать на него и выбрать зарядку тогда при подключении к юсби ваш телефон будет заряжаться mtp это mtp это передача файлов это был третий пункт который нужно иметь ввиду для зарядки смартфона четвертый пункт это не использовать юсби порты для зарядки компьютера не использовать юсби порты компьютера для зарядки вашего смартфона то есть многие вставляют свой кабель юсби от смартфона в порт юсби компьютера ноутбука либо каких-то других устройств в машине в автомагнитоле ноги вставляют для зарядки это наиболее неэффективный способ так как порт юсби компьютера чаще всего почти в большинстве случаев выдает маленький ток порядка 0,5 ампера что значительно меньше чем зарядном устройстве в хорошем зарядном устройстве современного смартфона примерно один полтора либо даже 2 ампера что значительно больше чем юсби порте хотя я встречал юсби порты ноутбуков которые выдавали 0,8 ампера но в вам говорю это 0,5 ампера что очень мало и зарядка будет идти медленно даже с хорошим кабелем пятый пункт тоже довольно очевидный это не использовать беспроводную зарядку сейчас во многих смартфонах есть такая функция как беспроводная зарядка будь этой функции в том что не нужно подключать юсби кабель юсби разъем в микро юсби разъем или тайп си разъем вашего смартфона вы просто кладете свой смартфон на специальную площадку и беспроводным способом за и ваш смартфон заряжается многие тесты показывают что такая зарядка медленнее чем зарядка через хорошие зарядное устройство и хороший кабель то есть и в принципе этой функции не навредит вашему смартфону но случаях если вы ограничены во времени и вам нужно быстро зарядить смартфон то лучше использовать проводную зарядку шестой пункт для полноты зарядки для увеличения скорости зарядки и для увеличения срока службы вашего аккумулятора лучше снимать чехол вашего смартфона во время зарядки так как большинство практически все аккумуляторы смартфона выполнены по технологии литий и чаще всего это литий ионные аккумуляторы имея процесса которая стоит за зарядкой таких аккумуляторов говорит нам о том что процесс зарядки намного эффективнее когда батарея находится в определенном температурном режиме то есть когда температура батареи составляет от 5 от плюс 5 градусов цельсия до плюс 45 градусов цельсия то есть это температура не окружающей среды а температура именно аккумулятора если температура выше 45 градусов по процесс зарядки уже ухудшается то есть увеличивается время и срок службы аккумулятора немного снижается а чехол надеты на ваш смартфон конечно же увеличит и температуру вашего аккумулятора если плюс ко всему температура окружающей среды еще довольно высокая там 25-30 градусов в комнате либо где вы находитесь плюс еще заряд плюс тепло от процессора и температура аккумулятора можно запросто выйти за 25 градусов цельсия что ухудшит процесс зарядки но это не значит что нанести смартфон свой в морозильник и класть а как при отрицательных температурах либо температурах ниже 5 градусов цельсия процесс также значительно ухудшается процесс зарядки отрицательные температуры очень вредны для литий-ионных аккумуляторов особенно во время зарядки то есть процесс значительно а медлится и ухудшится пользоваться во время и окружающей температуры ниже нуля естественно можно это не навредить смартфону но зарядка в таких условиях будет значительно хуже и последний пункт о котором я хотел бы остановиться пожалуй является одним из наиболее важных и чаще всего встречающихся это кабель качество самого юсб кабеля которым вы заряжаете смартфон от него зависит очень много и процесс зарядки очень сильно меняется в зависимости от кабеля даже хотелось бы сказать что коби и зарядное устройство так как если вы вставите даже самый лучший кабель в плохое зарядное устройство то есть такое зарядное устройство которое выдаёт маленькую мощность меньше одного ампера либо меньше той рекомендованы для вашего смартфона то зарядка все равно будет и протекать медленно то есть в идеале вам нужно зарядное устройство с мощностью и бастоком который она выдает способна выдать в соответствии с рекомендуемые производителем часами в современных смартфонах это уже чаще всего полтора два ампера и меньше есть еще встречаются 1 амперные но целом все сейчас уже это более одного с половиной ампер тут в принципе есть действует такое право что если у вас зарядка с большей мощностью которая способна выдать вам пера только зарядки и вы подключите его в смартфон который принимает только один ампер то смартфон от этого не пострадает так в принципе наоборот если вы в смартфон которому нужно 2 ампера подключить подключите зарядку которая выдает всего один ампер то смартфон от этого не пострадает он просто будет заряжаться в два раза дольше, либо даже больше, чем в два раза. Поэтому используйте совместимые зарядные устройства и хорошие USB кабели, кабели зарядки. Внутри вашего кабеля четыре провода. Красный, зеленый, белый и черный. Зеленый и белый это два кабеля для передачи информации, а красный и черный это провода для зарядки, провода по которым течет ток заряда. Чаще всего в дешевых кабелях сечение этих двух жил составляет 0,320 квадратных миллиметра, что позволяет передать ток в 0,5 ампер, что очень мало. А в более хороших и качественных проводах диаметр каждой жилы составляет 0,5 мм квадратных, что значительно больше и уже позволяет передать ток до 2 ампер. Что в принципе уже достаточно для зарядки. И последнее на что хотелось бы остановиться, это то, что вы можете протестировать ваш кабель. Для этого посмотрите видео на моем канале, которое называется, ссылка будет в общем в описании. Там с помощью вашего всего лишь вашего смартфона и одного приложения установленного на ваш смартфон можно протестировать ваши кабели, зарядки и посмотреть какой ток дает каждая зарядка и каждый кабель. Ссылка будет в описании. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и оставляйте интересный, либо любой другой комментарий на ваш вкус. Всем пока!